Приснился сон Как народился мой век, подорожник, из которого выросла первая поэтичная книга «Там за джерыма». Одной человек в своем родном поводску, зануранный у своей думки, и разменулся с женщиной. Я ее не убачил, але инструмент парфума застался в поветре, и он меня так узрушил, так разваливал, что в той самый вечер с этого парфумного паху начала народжаться повесть на императора про падеи 1812 года у Белоруссии и про падеи позднейших годов, когда Наполеон был же в выселце на выспе святой Алены, але та женщина, с которой он першиню в Вильне познайомился, коли земли великого князства сосеркали Наполеона, як возболителя, та женщина приходила до его и на выспе святой Алены. И потом чудовные иллюстрации до этой оповести грабил выдатный наш график, «Народный мостак» Орлен Коскуревич. Ну и еще одна история в уголе незвучайная. Была презентация ангельского переклада моей книги «Краина Беларусь. Иллюстрованная история в Швеции». И раптом одна из преступных в Великой Библиотеке задала питание. Есть у вас у белорусов такие истоты, как эльфы, тролли, там, ундины? Ну я сказал, что мы не такие уже бедные. Маленькую лекцию прочитал про наших дымовиков, водяников, русалок. И тут она говорит, я вас запрошаю заночевать у меня, потому что у меня не все живут, вы перегнаетесь об этом. Вот так народилась оповесть «Дом с дымовиками», и какая Мартима даст назву моей новой книги. Будет расти столет уже в незалежной Беларуси. Так народилась книжка «Откуль наш род», якую я тут с великим удивлением, я не знаю, что я не подписал. Вот, я еще памятую, кто себе читает, заховывая в своей библиотеке. Эта книжка вышла в 1995-м годе. Ситуация в Беларуси уже изменилась. Спочатку эту книгу активно подтормали там державные структуры, было замовлено 50 тысяч экземпляров институтом эдукации, при Министерстве эдукации, потом все, как бы, по условиям начали. Книжка вышла о незалежном выдавецстве и начала продаваться вельми активно. Книжка, конечно, была значительно более степлая, чем «Айчина». Это такой далекий правообраз был «Айчины». Але автор был счастливый. Вот, счастливый был мостак Виктор Стащенюк, який я оформлял, який уже давно в небесной Беларуси. И про некольки тыдни, коли продали там полову накладу, книжка изникла. И конфисковали сухих книгарник. Оказывается, один академик, белорусский, написал короткий донос на полсторонки. Мне давали потом эту к Сороковью доноса, что Орлов выдал книжку для ганец российского императора Петра I. Пишут, что он там забивал святеров в Софийском соборе, что его солдаты взорвали в Софийский собор, что абсолютная правда, это теперь там в подручниках у некоторых навод написано. А лето хапило, как книжку забрали, и потребовалось 23 науковых заключения ученых с Института истории Академии наук, той самой, как эта книжка снова вышла с подарочного. А по кольке полгода целых я читали только брусаки и пацюки, то на выкладках, вернее, у многих экземпляров, такие наотлапки, следы такие застались, а ле книжка вернулася у книгарни, якбы вышла потом яща трыма выданними, и трапила счастливо в школьную программу, и да ве туль застаецца там у спися для пазакласного читання. А ле все это было, все гэта было 20 гадо таму. Вот. И книжка давно стала раритетом. И автор яе отрымливал зновы, зновынки. Листы, пытаньи, просьбы, потребования просто, пера выдать, дописать, написать новую книжку. А ле я был занятый, не теменьшими, как модно теперь сказать, проектами. Выходили книги «Строина Беларусь» и «Великое князство Литовское», иллюстрованные истории. Писалась о поэзии и проза, а ле уреште той надышоў той момант, калі трэба було брацца за гэтую книжку. Это просто у поветреннедзе висела, висел вот этот императыв, скажем. И тады, тады, каля та идея Кончаткова валу дала со мной, отбылась счастливая сустреча с Павлом Татарником, а кога я ведам, як блескуча книжнара графика, як челэка абсолютно выдатно досвечена в гисторичной теме. Я уже бачу ёвные книги и для беларуских выдавец, то оформленные в серии 7 судов Беларуси, и для британских, для китайских, и, на мае великое счастье, Павел, Павел, погодиўся со мной працевать. Продолжение следует...